Друзья, всем привет! Мы находимся в Праге, в О2-арене, где будет проходить Road to BlizzCon Европа. Европейский отборочный на BlizzCon глобальный, который будет проходить, вы знаете, в Америке в начале ноября. Сегодня нас ждет три дисциплины World of Warcraft, Heroes of the Storm и Hearthstone. Везде есть наши представители, а значит будет за кого поболеть. В первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание на зону игры Overwatch, еще не вышедшей и такой ожидаемой. Здесь будет огромная очередь, пока что никого еще не запускали, а уже есть желающие поиграть. 120 компов, но их, наверное, не хватит, они уже все заняты. Здесь играют и будет, скорее всего, здесь будет очередь больше всего. Значит, О2-арена, стадион вместительностью 18 тысяч человек. Судя по той очереди, которую мы видели на подходе к арене, по крайней мере процентов 70-60 мест будет занято. Ну, по крайней мере, очередь довольно большая. Поменьше, чем у входа к игромиру, но я думаю, что здесь все связано все-таки с организованностью европейцев. Мероприятие начнется в половине 12-го где-то, поэтому, скорее всего, просто люди еще подойдут. Итак, World of Warcraft соревнования будут проходить здесь. Команды сразу садятся на сцену, обустраиваются. Ну, судя по тому, сколько компьютеров в команде будет, по три человека. И мы посмотрим. Среди них есть два наших игрока. Вот я так и не разобралась в информации, приехал ли второй питерский игрок. Говорят, ему запретили участвовать в соревнованиях. Посмотрим. Надеемся, что эта информация не подтвердится. И оба наших игрока будут здесь, и мы с ними пообщаемся. Следующая зона. Двигаемся медленно по кругу. Зона Херстоуна. И здесь тоже будут наши представители. Здесь будет за кого поболеть. От команды Na'Vi, правда, будут играть европейцы, как вы знаете. Но все равно будет интересно и с ними пообщаться. Вот такая вот уютненькая зона. Посмотрите, ну, в виде таверны. Камин. Бочечки. В общем, вы узнаете ландшафты именно от Херстоун. Идет прямой эфир. Вы видите, мы не будем мешать. Все так грамотно, на салазочках. Камера. В общем, здорово. Попали в самую атмосферу. Так, пока мы будем как-нибудь пытаться пройти аккуратненько к зоне Heroes of the Storm, я расскажу немного об арене самой. Помимо того, что у арены вместительность 18 тысяч человек, мы знаем, что О2 арена была построена для проведения чемпионата мира по хоккей в 2004 году. Далее арена принимала у себя и других гостей, например, чемпионаты мира по теннису, концерты таких групп, как Линкен Парк, например. Кстати, говорят, что в начале у арены были большие проблемы с акустикой. И зрители концертов были недовольны качеством звучания. Но потом как-то удалось урегулировать и этот вопрос. То есть изначально арена была не предназначена для проведения музыкальных мероприятий, но потом ее подправили. Арена также еще и мобильна тем, что помимо того, что ее уже подстроили под проведение музыкальных мероприятий, она еще и удобна тем, что здесь можно проводить любые спортивные состязания. За несколько часов буквально из ледовой арены ее можно превратить в арену с другими покрытиями, например, для тенниса и проводить соревнования по теннису. Буквально несколько часов это занимает. Специально строительство было задумано так, чтобы это все делалось быстро, оперативно и проводились любые соревнования. Вот теперь арена трансформировалась в зону проведения мероприятий по киберспорту. Легко, просто и довольно красиво. Так, еще одна зона Overwatch, она разделена, видите, на две по 60 компов. Об этой зоне, скорее всего, мало кто знает, поэтому здесь очередь намного меньше. Но компьютеры, насколько я поняла, уже заняты все равно. То есть, чтобы пройти внутрь, придется снова же подождать очередь. Даже журналистам придется здесь стоять в очереди. Можно, кстати, подсмотреть через решеточку, как играют. Видишь, вот так чуть-чуть видно, можно подсмотреть. Мы, возможно, пройдем в саму зону с камерой и поснимаем экранчик. А вот здесь, кстати, есть плаза, и на плазе все показывается. Здорово. Плаза, плазма. И на ней все показывается. Вот, вы просили поснимать саму игру. Можно легко поснимать. Здесь, даже не проходя в зону. Ну, обучалку все видели, да, кстати. Так что облом. Надо будет все равно внутрь проходить, чтобы увидеть. Так, и вот мы добрались до зоны Heroes of the Storm. Соревнования вчера уже проходили. Да, оно огромное, потому что здесь намного больше игроков. И, скорее всего, в фокусе будут именно соревнования по недавно вышедшей игре. Игра вышла, получается, у нас три месяца назад. Четыре. Четыре месяца назад. Вот. И уже вовсю идут соревнования, и даже ожидается глобальный финал. Здесь у нас две наших команды играют. Команда Na'Vi и команда Virtus.pro. Вчера уже были соревнования, прессу сюда не пускали. Поэтому мы пока знаем только результаты. Na'Vi прошли безоговорочно группу и уже ждут, когда все остальные команды доиграют и выйдут в плей-офф. Доигрываться будут решающие матчи сегодня. Virtus.pro же предстоит еще побороться. У них не все так плохо. У них есть все шансы на выход группы. Сегодня посмотрим, насколько им это удастся. Хотелось бы, конечно, еще подняться наверх и поснимать для вас общий вид. Он шикарен. Скорее всего, мы это сделаем просто отдельным видео или постараемся передать все это фотографии. Потому что просто так попасть на самый верх сложно. Там нужно будет проходить множественные уровни, и наше видео затянется, чего бы не хотелось. На этом я, пожалуй, закончу нашу проходку. Увидимся с вами на интервью. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok